Всем привет. Меня зовут Павел Прилучный. Я Юль Ковальчук. Я люблю тебя до слез. Повторите вопрос еще раз, пожалуйста. Многие говорят, здравствуйте, Денис. Я вообще аптечка. Но я привык, что меня называют носорожка. Мы не будем сейчас с тобой ссылаться на гороскоп по одной простой причине, что я лев и крыса. Дальше. Фашисоса Павлияшвили. Это 10 звезд. Поговорим о главном, о деньгах. Деньги для меня. Ах, вы все-таки из налоговой, да? Деньги, деньги это. Это очень лично. Бензин, продукты. Путь к осуществлению материальных желаний. Попробуйте купить квартиру в Москве. А пришлите мне, пожалуйста, деньги. Но у меня еще не было миллиона. Я вот жду, сейчас он должен подойти. Ой, я это уже проходил. Самый модный, скромный, талантливый, стилист, эксперт моды всей Руси. А что ты еще спросил? Все знают Владислава Лисовца как человека симпатичного. Ну, посмотри на меня. Никто не догадывался до определенного момента, что Владислав Лисовец еще и Бористо. Кстати, сделайте мне, пожалуйста, флэт. Но не совсем Бористо. Кофейня в моем доме это очень удобно. Раз, вкусно. Два, и это для друзей, для съемок, для переговоров. С 8 утра могу пить кофе вкусный. Мне даже его в лифт иногда ставят. Говорить про деньги тут не приходится, потому что это не супер есть какой бизнес. Деньги такая вещь, от которой их никогда не бывает много. У меня есть салон, который дает мне прекрасный заработок. Я гастролирую, я выступаю. Боже, я вот не знаю, как бы их еще заработать. И тут очень важно не как с Крутш Макдак кайфовать и плавать в золоте. Самое важное купить удовольствие. А на что вы готовы ради удовольствия? Да на все. Ну вот кофейню, пожалуйста. Я сейчас тебе еще нижний этаж покажу. О май гадабл. 400 метров. Огромная площадка, которая сдается в аренду. Это ваша собственность? Это собственность. Но я понимаю, парикмахер и вдруг вот это все. Причем салон тоже в собственности, помещении. Если ты меня спросишь, как это, ну честно, я никогда ничего не воровал. Ради денег, наверное, я бы никогда не пошел на предательство тех людей, которые прошли со мной длинный путь. Красить включено, убивать тем более. А все остальное, в общем-то, почему бы и нет. Я просто умею работать. И, соответственно, Господь мне, видимо, дает. Мне нужны деньги. Потому что он понимает, что сюда можно направить. Мне все время нужны деньги на путешествия, на красивую одежду. Поэтому я никогда от них не уставал и вряд ли устану. 35 где-то лет я уже работаю парикмахером. Я что только не видел. И псориаз. Были случаи, когда вши. Просто люди не знают, что я практически либо гинеколог, либо уролог. Нет. Нет, уролог это период. Практолог. Вот, проктолог. Можно ли сказать, что идеальный внешний вид, грамотный, стильный, равно зарабатывание большого количества денег? Абсолютно. Ты становишься лидером. И это приводит к тебя к деньгам. А за сколько вы меня проконсультировали? Ну, вообще, по прайсу 15 тысяч рублей. Постоять рядом? Бесплатно. Если вам кто-нибудь когда-нибудь скажет, что деньги в этой жизни ничего не значат, и бла-бла-бла-бла-бла, эти пресловутые, никому не нужные истины, не верьте. Деньги в нашей жизни решают абсолютно все. Деньги. Деньги – это маленький показатель всего. Я очень многих видел и вижу людей, богатых людей, у которых нет счастья. Они служат деньгам. Надо, чтобы деньги служили тебе. По большому счету, я люблю деньги, но не в виде факта номинала, а в виде того, во что можно эту энергию преобразовать. Если деньги любить, я думаю, что это какое-то психическое нездоровое заболевание. Твоё стерзание я их ценю, за двоих удурвать расстояние. Господи! Всем привет, я Анита Цой. Быть звездой, носить корону, пальцевать, распальцовывать, не знаю, ходить там, бить себя в грудь и говорить «Я крутая». Ну, это вообще не Анита Цой, я пыталась этому научиться. Мне давали великолепные преподаватели уроки, такие как Ау Борисовна Пугачёва, но я поняла, что это не моё. Ты хочешь вспомнить моё прошлое? Сумочку. Весёлое. Сумочка – это интересный артефакт. Это вот прям Лужниковский период. У меня была тряпичная. И это очень удобная была история, особенно для тех, кто выходил торговать на рынке. Как нужно уговорить человека что-то купить? Рядом со мной стоял профессор, доктор лингвистических наук. Он всегда со мной разговаривал, когда просто со мной говорил, очень грамотным, красивым русским языком. Но как только к нему кто-то подходил, он начинал орать «Платья, платья, космотички, космотички». Почему вы так делаете? Вы же народ приучаете к неправильному языку. Он говорит «Деточка, я на этом собаку съел и кандидатскую защищал». По простонародной речи. Аккуратнее руки уберите, не пачкайте. Следы могут остаться. Зарплату на заводе дали, не знаю, что выбрать. То ли шарф, то ли еду. Если нет денег, проходите мимо. Первое, ты осматриваешь его так снизу доверху. А вот это почем у вас шарфик? Пошел он отсюда. У тебя все равно денег нет. Иди, не для тебя товар. Я очень долго не могла так честно сказать. Мне было очень смешно. Но однажды это случилось. Подошла женщина с этими кошелками своими. И я на нее посмотрев, говорю «Пошел он отсюда. У тебя все равно денег нет». И вот тут произошла неожиданная история. Женщина разворачивается ко мне всем торсом и говорит «Что ты сказала? У меня денег нет». Я завернула вот это все. Я просто все скатала ей в сумки. Вот это наша русская история. Мой день начинался в 5 утра. У меня было два участка. Дворником я работала. Потом я шла к маме с папой на завод в отделе снабжения. Я работала после отдела снабжения. У меня была еще уборка. Потом я бежала уже к себе на поповку. У меня там был коллектив самодеятельный. Вот так я работала. До популярности я зарабатывала 40 тысяч в месяц. Это зарплата в моем театре. Я знаю, как даять корову, как сажать грядки, как ухаживать по дому, как подметать, шить. Самые сложные деньги, когда я нетрезвая встречалась с мужчинами приезжать куда-то в гостиницу, заниматься этим делом. Но я использовала анестезию, алкоголь, наркотики. Но вот эти деньги, конечно, были самые отвратные. Вот так посмотрели при зрителе на лепешку. А ведь никто не знает, что именно вот здесь, на площади трех вокзалов, вы и торговали этими лепешечками, и готовили их. Когда я немножко уже разбогатела на рынках, я решила, что надо заняться быстрым питанием. Дай-ка я построюсь не где-нибудь, а сразу на площади трех вокзалов. Я помню, какую я взятку отдала пожарнику первый раз на площади трех вокзалов. Вот я документы вам принесла. Я это не подпишу. Я говорю, а что надо сделать, чтобы вы подписали? На что вы намекаете? Я взяток не беру. Я взяток не беру. Вперед так отбегает вот так вот. Я взяток не беру. Мы пережили там все. Наезды, рэкет. Руки у нас отрезали, отрубали, стрелялись. Рисковать ради денег. Если вы рискуете потерять руку, то, наверное, не стоит. Знаешь, что смешное? Вот я вспомнила. Привезли продукты, идем принимать. Я вижу, подходит милиционер, говорит, слушай, я не понимаете, нахрена ты проституток набрала себе на работу? Да вон, Манька. Она за пять рублей здесь на вокзале делает. Это был фурор. Мы набрали, я думаю, по 60 девушек, обслуживающих на вокзале всех подряд. И я помню очень хорошо разговор с Марией. Я говорю, вас очень прошу, пожалуйста, не увольняйте меня. Вот вы увидите. Вы только положитесь на меня. Я закончу с этим делом. Говорит, просто мне надо выживать. И я ее оставила. Тысячи, тысячи долларов от лужников, от общепита. На что вы их потратили? Куда вложили? Я их потратила на свою большую мечту. Я очень хотела пить. Пометуя о той еде, которую вы продавали, которую вы делали самостоятельно, может, попробуем по пельмешечку? То есть ты хочешь меня отравить? Так принято на вокзалах. Это как раз. Ну, раньше еще в наши годы, правда, мы так не делали в своем кафе быстрого питания, но клали все подряд. Кошачье мясо, крысы, крысье мясо. У меня, потому что все было очень дорого. Еще не было ничего в магазинах. Так как я люблю вашу аудиторию, я поделюсь сейчас секретом. К примеру, вы хотите заработать миллион. Берешь перед сном ручку. Вот если ты правой рукой пишешь, что берешь левой рукой и записываешь левой рукой. Сначала это будет каракуль, но тем не менее. У меня я зарабатываю миллион, миллиард, сколько вам хочется. И самое главное, вот вы записали это в тетрадочку, положили и легли спать. Ни с кем больше не разговаривайте. И у вас это на подсознание начинает откладываться. Сама вселенная начинает работать на то, что у вас это все происходит. Хотя я этим не занималась, на какие курсы не ходила. Деньги достаются мне не очень сложно. Я считаю, что просить деньги у мужчины, это не стыдно. Во-первых, не надо записывать голосовое. Надо текстом. Котик, нечем заплатить за квартиру. А вот если он как бы не отреагировал, нафиг такой нужен. Привет. Это я, Имин. Мне очень нужен твой ответ. Привет. А что такое вообще для тебя деньги? Просто все абсолютно с деньгами. Это такой инструмент, который помогает мне воплощать мои идеи. И денег все время не хватает, потому что идей очень много. И для их реализации на ежедневной основе требуется огромный ресурс. Деньги, как правило, я как все сумасшедшие артисты, я практически все деньги, которые я зарабатываю, я вкладываю обратно в музыку. А по-моему, это была Мадонна, менеджер ее, ей всегда говорил, ну опять, еще один тур, мы, конечно же, потратим все деньги на это шоу, и никто ничего не заработает. То, что, конечно, такие артисты хотят дарить своим фанатам крутой экспириенс. По правде говоря, сегодня все, что зарабатываю в ваннушках, сегодня все стараюсь вкладывать в дальнейший концерт, то есть покупая песни. Вот тот американский период, когда ты становился, какая у тебя была первая зарплата, сколько это было? Первая работа у меня была на заправке, там платили кешем 5 долларов в час. Первые такие, как бы, интересные деньги, которые я заработал, было с помощью, был такой аукцион eBay. Я торговал разными часами, матрешками, привозил отсюда, ну такие мелкие партии. Потом выросло в какой-то такой небольшой, небольшой small business. А вот просто кому-то дано быть торгашом, ну в хорошем смысле, это очень важно тоже. Ну то есть уметь продавать. Ну а есть гениальные люди, которые этого не умеют делать, и у них денег немного. Но это не факт, что они там слабее, чем или там менее интереснее, чем человек, у которого есть деньги. Но если мы сейчас говорим с точки зрения личности. Родительский долг воспитать в детях как раз не умение потреблять, а умение создавать и к чему-то стремиться. Я, кстати, когда работал в Америке в гардеробе, я помню, есть люди, которые... Вот ты одеваешь одежду, он говорит тебе спасибо, там, или кладет тебе там в такую миску какие-то деньги. А есть люди, которые тебя не замечают, как будто ты несуществующий человек. И поскольку я вот стоял за этим прилавком, мне сейчас легко, как бы, я всегда даже друзей тыркаю, скажу спасибо. То есть мы забываем, да, пришли, вот нам одели, и ты пошел дальше. А когда ты бываешь по обе стороны, ты очень четко можешь это проносить через всю жизнь. Самая бездумная покупка вообще не про меня. Но у меня было одно платье, по-моему, оно стоило там тысяч пять, наверное, долларов. А тогда я не могла тебе вообще это позволить. Я взяла это платье, и я его испортила. И я, естественно, я как честный человек, я сказала, я у вас его выкуплю. Я купила туфли и в Сен-Лоран. Я в них. На свои первые большие заработанные деньги, но я не заработал всю эту сумму одним разом, мне пока не стоят столько концертов, вот. А я на свои первые заработанные накопленные деньги большие купил маме машину. Это я, ваш грузийский брат. Открываешь Инстаграм Сусопа Вляшвили, помогаем вот этому, давайте вместе поможем, я помог, то далее. Почему не Майбах? Почему храм? Надо, чтобы деньги служили тебе. Те люди, которых я знаю, у которых есть деньги, они заработали деньги, все помогают людям. В этом есть счастье. Майбах тоже можно, но я особо не стремлюсь к этому. В какой-то момент ты начинаешь понимать, что ты заработал определенное количество, которое дало тебе дом, квартиру, автомобиль. А дальше уже идет история благотворительности. Недавно прошла новость. Сусопа Вляшвили спасает планету. Узнав о том, что будет отказ от пластика, пластиковых стаканчиков, тарелок и тому подобное, решил сделать доброе дело завод по производству органических каких-то предметов кухни. Дело в том, что это не я построил, я просто подключился. Об этом практически нигде еще не говорил. Мы вот Новый год начинаем вот с этой, с этой, вот я, кстати, могу тебе показать. Это стаканчик из вафли. Внутри шоколад. Сейчас я вот попрошу мою сестру, Мака, можно? И мы туда нальем кофе. Наливаешь кофе, можешь налить сок для детей, молоко, какао, все, что хочешь. Исторический момент. Вот сейчас ты первый человек, кроме нас, который это все пробует. Видишь, какая красота? Трати деньги на хорошие идеи. Только на хорошие, которые помогут человечеству. Осторожно. Деньги вызывают привыкание. И человек становится зависимым от хорошей жизни. От чего еще зависят наши артисты? Смотрите в следующей программе «Давид. Десять звезд».